приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как вы можете найти работу своей мечты и что немаловажно как вы ее должны не потерять очень важное видео поэтому обязательно досмотрите это видео с самого начала и до конца будет много полезной важной и интересной для вас информации прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого в оцените кому вы желаете мира любви и гармонии вы знаете каждый из нас мечтает найти вот именно такую работу которая бы приносила ему удовольствие радость на которую бы хотелось идти и на самой работе приятно было бы находиться конечно хочется чтобы на ней нас ценили уважали ведь это очень важно для каждого человека и конечно же зарплата у каждого человека не стоит на последнем месте дело в том что когда мы ходим на работу для нас очень важно чтобы мы не просто ходили на работу но еще и зарабатывали денежки поэтому очень важно найти такую работу но часто на ее поиски уходит достаточно много времени но найдя такую работу высокооплачиваемую с той которую вам вам будут радостно вы будете развиваться главное еще такую работу не потерять поэтому если вы находитесь в поиске работы на данном этапе именно эти практики и ритуалы вам помогут первым делом вам нужно правильно настроиться поэтому проснувшись утром подойдите к окну возьмите свои ладоши и скажите следующие слова именно постарайтесь сделать сказать эти слова в ладоши достойную работу найти смогу ее обязательно получил и удержать смогу эти слова должны идти от сердца не просто потому что вам нужно их сказать а потому что вы искренне это желаете после правильных ваших посылов вы скоро найдете то что вы действительно желаете и хоть и хотите далее очень важный момент в поиске вашей работы запомните пятница никогда не подходит для поиска работы дело то что это конец недели а начинать новые шаги с конца недели просто неправильно потому что это не приведет вас ни к чему хорошему правильно это делать с понедельника так как это начало недели а поэтому благоприятное время для вашего дела поэтому проснитесь утром как как вы делали это раньше потому что это время еще наполнено сильной энергетикой заварите себе чай и добавьте обязательно в нее ложку меда и скажите такие слова потоки светлой энергии в свою жизнь призываю с просьбой о помощи работы обращаюсь ко мне придите и в этом вопросе мне помогите эти слова нужно сказать три раза после этого обязательно выпейте чай и приступайте к поискам работы когда вы будете идти на собеседование обязательно с собой возьмите ваш амулет который вам давно помогает или которую вы специально сделаете для помощи в поиске и получении работы вариантов достаточно много но вам нужно выбрать тот который на интуитивном уровне заинтересует вас больше всего без него не идите на собеседование и помните о том что ваш амулет должен находиться с левой стороны это может быть любой карман если нет карманов то сумка но развернутая на левую сторону если это ручная сумка на это зайдя на собеседование поставьте ее также именно с левой стороны когда будете заходить на само собеседование уже в кабинет или в здании если это находится многие работники в одном здании то скажите такие слова так это собеседование пройду и работу и эту получу я все смогу после этого идите и не бойтесь у вас все получится а вот чтобы испытательный срок прошел удачно и вы смогли заполучить эту должность сделайте следующее утром перед тем как идти на работу скажу заговорите обязательно монетку для этого возьмите два лавровых листа положите монетку между ними далее свяжите зеленой ниткой и скажите такие слова мне монетка помоги финансы ко мне притяни вас лавровые листочки мои дружочки на работу с монеткой принесу стабильность в работе привлеку удержаться на ней помогите и до цели поставленных меня сопроводите пока будете собираться положите на подоконник и постарайтесь прийти раньше других чтобы вам никто не мешал а монетку прикрепите под рабочий стол а лавровые листочки под ваш стул нитку нужно забрать и после рабочего дня обязательно сжечь дома лавровые листья помогут вам остаться на работе и произвести даже впечатление на ваше руководство ама монетка поможет получить хорошую стабильную зарплату также обязательно часто старайтесь проветривать свой кабинет таким способом вы будете притягивать положительную энергетику своему рабочему месту если вашем кабинете кабинете свет несколько человек тогда находите причину для того чтобы почаще проветривать но когда вы будете сами открывать окно ты старайтесь делать чтобы вы делали именно вы это то выставляйте левую руку в него и говорите такие слова положительная энергия на моей руке зацепись вокруг меня окрутись мне помощь в работе притяни с поставленными задачами справиться помоги проделывая это вы будете легко и быстро справляться со своей работой в кабинет нужно всегда прикрывать дверь запомните это правило потому что через открытую в него не должен попадать негатив ваш кабинет потому что начинается когда вас а при открыты даже двери к вам начинает ваш кабинет там где вы на сидите притягиваться вся всякого рода неприятности которые будут мешать спокойно работать и со временем могут даже лишить вас этой работы ведь ведь без негативных энергий вам будет легко решать рабочие вопросы и добиваться нужного результата на каждой работе будь она старая или та на которую вы только что пришли конечно же будут люди которые будут с негативным найти с негативным настроением быть по отношению к вам при этом не всегда этот негатив будет показываться часто как вы знаете это скрытый негатив который еще хуже ведь вы не знаете от кого и в какой момент вам нужно будет защищаться поэтому возьмите стакан и каждое утро набирайте в него водичку и говорите такие слова весь негативный посыл вода забери камни его не подпусти и перед тем как уходить выливайте эту воду именно желательно в туалет но не в раковину стакан хорошо промывайте и взяв это за правило вы будете оберегать свою энергетику так как это сильная защита которая делается с одной стороны очень просто и с ее помощью вам никто не сможет навредить и привлечь к вам негативную энергию друзья эти простые практики действия ритуалы помогут вам найти не только нужную раби работу ну а также добиться на ней того чего вам действительно очень сильно хочется помните о том что вы сможете со всем справиться главное не опускайте руки и при первой к какой-то неурядицы не расстраивайтесь вы помните вы только так становитесь сильнее мудрее и опытнее друзья удачи вам поставленных задачах и целях с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и мы с вами обязательно услышимся уже в следующем видео